Украина с начала полномасштабного вторжения российских войск смогла освободить более половины территорий, которые в первые дни россиянам удалось взять под свой военный контроль. Украина смогла отвоевать контроль над торговыми коридорами в Черном море и вывозить собственное зерно. Украина намного лучше отражает ежедневные ракетные атаки. Благодаря чему это все удалось? Конечно, благодаря тому, что украинцам некуда отступать, это их страна, другой у них нет. Ну а еще потому, что Россия себя переоценила и мир объединился в противостоянии российской агрессии. Сейчас, однако, есть опасность, что себя уже переоценят западные страны, что домашние политические процессы ослабят противопутинскую коалицию и что Украину ждут очень тяжелые и мрачные времена. Нужно срочно что-то делать. Я не могу больше слышать, как некоторые европейские политики из других западных стран говорят что-то об усталости от ситуации в Украине. Они устали. Они говорят в лицо президенту Зеленскому, что у них не осталось сил, что они измотаны. Я хочу сказать, что задача Польши, задача нового правительства, но и задача всех нас громко и твердо потребовать от всего западного сообщества полной решимости помочь Украине в этой войне. Я буду делать это с первого дня. Присягу нового премьера могли сорвать. В польском сейме депутат праворадикал Джагаш Браун загасил огнетушителем минору в холле парламента. Инцидент вы сейчас можете увидеть у себя на экранах. Работа сейма практически была заблокирована. И присяга Туска перед самым саммитом ЕС Брюссель оказалась под угрозой. В таких случаях всегда возникает вопрос, кому же такое выгодно. И ответ, как по мне, очевиден. Браун известен своей пророссийской оппозиции. Он неоднократно разгонял нарратив, что, мол, польский сейм захватывает евреи. Скандального депутата осудили практически все. Спикер парламента Шимон Головня подал заявление в прокуратуру. Польша – дом для всех религий, сказал Головня. А поведение депутата Брауна назвал скандальным и недопустимым. 14 декабря жизненно важный саммит ЕС открывает свою работу в Брюсселе. Здесь будет обсуждаться много важных вопросов, решение которых определит будущее Евросоюза на ближайший год. От собственного бюджета до расширения границ. На встрече лидеры стран ЕС должны решить, начинать ли или не начинать переговоры о вступлении в Евросоюз с Украиной и Молдовой. А также присвоить или нет статус кандидата Грузии. Все три потенциальных члена бывшей постсоветской республики. Окончательный их выход из российской политической и главной экономической орбиты явно не на руку Путина, который, собственно, уже больше 10 лет предлагает огромные усилия, чтобы ЕС не расширялся на восток. Реализовать эти усилия в Москве во многом помогает венгерский премьер Виктор Орбан. Еще задолго до начала саммита он заявлял, что будет блокировать решение по Украине, несмотря на то, что Киев пошел на значительные уступки в языковом вопросе. Орбан кричит о том, что Украина не готова. Мы выдвинули семь предварительных условий, и по оценке комиссии, три из семи не выполнены. Поэтому нет смысла что-либо обсуждать, поскольку не были выполнены предварительные условия. Поэтому нам придется вернуться позже, снова вернуться к этому вопросу, когда он будет решен украинцами. Венгрия не будет нести финансовой ответственности за прием Украины в ЕС, кричал Орбан изо всех сил и доступных ему стереодинамиков. Однако, какую же финансовую ответственность за вступление Киева может понести Венгрия? Давайте разберемся. ЕС – это структура, в которой стабильность обеспечивается тем, что более богатые страны выделяют деньги на то, чтобы от них не отставали более бедные. В Союзе каждый вносит свой склад, и смотрите сами, кто на что гораст. Вот таблица, составленная на основе данных Европейской комиссии. Мы видим, что из 27 членов ЕС только 9 стран приносят деньги в общую копилку. Это цифры за 2021 год. Давайте же найдем в этом списке Венгрию. Она на третьем месте с конца. После всех ее взносов в Евросоюз 4 миллиарда евро остаются в дефиците. Орбан манипулирует. Его страна сама зависима от ЕС финансово и во многом благодаря его, Орбана, стараниям. Отсутствие правильной финансовой политики. Коррупция. А если вы не читали годовой отчет Transparency International, то можете это сделать сейчас. Вы видите его на своих экранах. Венгрия из всех стран ЕС самая коррумпированная, по оценкам экспертов. Она набрала лишь 42 очка из возможных 100. Так что Орбану ли говорить? Но он говорит. Тем не менее, саммит начинает работу. И Шарль Мишель в итоге выходит к мировой прессе с долгожданным заявлением. У Молдовы, Грузии и Украины есть повод для радости. Это исторический момент. Он показывает вероятность Европейской университета. Это исторический момент. Он показывает авторитет Европейского Союза, силу Европейского Союза. Решение принято. Мы открыли переговоры с Украиной и с Молдовой. Мы предоставили статус Грузии, а с Боснией и Горецоговиной мы намерены начать переговоры. И в марте будет выпущен отчет, на основании которого мы примем решение в марте. Это действительно важно. Мы хотим поддержать Украину. Это очень мощный политический сигнал. Действительно мощное политическое решение. Решение действительно историческое. Но как же Вета Орбана обошли? Просто попросили выйти. Об этом сначала говорили в куларах саммита различного покроя чиновники, пока премьер Нидерландов Марк Рютте не подтвердил эту информацию перед десятками телекамер. Было здорово. У нас были хорошие дебаты. Но в конце дебатов я почувствовал, что будет трудно прийти к соглашению. И тогда Шольц сделал предложение. Можно ли принять решение без вашего присутствия в зале? И с юридической точки зрения это возможно. Тогда у нас будет единогласное решение при отсутствии Венгрии. И затем он вышел из зала, чтобы мы могли принять решение. Если вы думаете, что Орбана выгнали из зала, и что он просто вот так взял и послушал Шольца, то нет. Никакой магии слова не произошло. Произошла магия денег. Орбан вышел за десятку. То есть за 10 миллиардов евро той самой финансовой ответственности, которую Венгрия, по его словам, не будет нести за принятие Украины в ЕС. Сам Орбан объяснил отказ от участия в голосовании тем, что лидеры остальных стран отчаянно хотели добиться одобрения переговоров с Киевом, что венгерский премьер назвал плохим решением. По его словам, он 8 часов боролся за свою позицию, но в итоге не смог убедить коллег. Тем не менее, Орбан подчеркнул, принятие Украины в ЕС долгий процесс, и его можно остановить в любое время. Украинцам сразу захотели дать 50 миллиардов евро. По сути, они хотели отдать Украине деньги венгров, деньги стран-членов, в том числе деньги Венгрии. Именно в этот момент я сказал, подождите, это конкретное нарушение, я должен наложить вето, что, конечно, не является юридическим вето. Нам нужно единогласное решение, которое невозможно принять без нас. В просторечии это называется вето. Итак, мне и поправке в бюджет пришлось наложить вето на 50 миллиардов. Это продолжалось до поздней ночи, но у них не было другого выбора, кроме как признать, что Венгрия наложила вето. Итак, денег нет. Мы вернемся к этому, вероятно, на внеочередном саммите где-то в феврале. И тут есть нюансы. Принципиальность Орбана заканчивается там, где начинаются деньги. Венгерский премьер дал понять, Будапешт может и изменить свою позицию, если Евросоюз разблокирует оставшуюся сумму из 30-ти миллиардного пакета помощи самой Венгрии, замороженной из-за попыток правительства Орбана взять под свой контроль судебную систему страны. Какие выводы можно сделать из этого уже сегодня? ЕС перешел к конкретике от словосочетания «двери открыты», которая не только у меня уже вызывает оскомину. Евросоюз действительно начал двигаться. Те, кто играют только по правилам с Москвой, всегда ей Москве проигрывают. В Брюсселе это хорошо знают. С другой стороны, начало переговоров еще ничего не означает. Да, это финальный этап. Но переговоры можно вести бесконечно долго или вовсе из них выйти в любой момент, сославшись на те же требования, о которых говорит Орбан. Помните, как можно испортить любую шутку. Да, Евросоюзу будет нелегко расшириться, это понесет за собой экономические и политические последствия. Но после турбулентности обычно наступает покой. ЕС уже неоднократно демонстрировал способность к самостабилизации. С той же Грецией, которая проедала десятки раз больше, чем зарабатывала. Еврочиновникам предстоит еще долгая и кропотливая работа. Разработать переговорную рамку. Тут тоже все будет долго и непросто. Но ведь помните, как ЕС уже один раз сделал шаг на встречу Украине, отменив визовый режим? Скептики тоже тогда говорили, что это подорвет рынок труда Евросоюза, ведь нелегальные иммигранты тут же все ринутся в Европу. Этого не случилось. Украинцы спокойно пользуются безвизовыми привилегиями и, я думаю, своим правом быть не гостем, а членом семьи за европейским столом они тоже смогут воспользоваться с достоинством.